По данным автоинспекторов, с начала текущего года в Карачаево-Черкесии зафиксировано около двух десятков дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих водителей. Полицейские стараются взаимодействовать со всеми категориями участников дорожного движения, потому их частые визиты в автошколы – это еще одна возможность предупредить правонарушения со стороны автолюбителей. Подробности в сюжете корреспондента Артур Мкце. Здесь чему вас учат? Учат дисциплине. Прежде всего нужно посещать часы, быть на теории и, соответственно, еще ездить за рулем. То есть практика. Это все необходимо при сдаче экзаменов. Для Ольги Адушевой и остальных учащихся одной из автошкол региональной столицы приобретенные здесь знания – своего рода гарантия, что из большинства нештатных ситуаций они найдут правильный выход. Наставники в подробностях разъясняют будущим или начинающим водителям правила, подсказывают решение тех или иных проблем. Обучаются в нашем центре люди разных возрастов. И наша задача – найти подход к каждому с учетом возраста и темперамента. Чтобы по окончанию обучения они смело и, главное, безопасно влились в ряд водителей. Автоинспекторы в таких учреждениях часто и гости. Они рассказывают слушателям об ответственности за различные виды проступков, некоторые из которых могут иметь серьезные последствия для всех участников дорожного движения. Как считают полицейские, важно довести до подопечных информацию, что автомобиль – это средство повышенной опасности. И севший за руль человек должен всегда оставаться дисциплинированным. Я инспектор по особым поручениям управления ГАИ. И я занимаюсь непосредственно подготовкой заключений ДТП, которые происходят по вине водителей со стажем управления до двух лет. У нас за 8 месяцев 2023 года зафиксировано 19 дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями по вине молодых водителей. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий у нас являются съезд с дороги транспорта, что говорит о превышении скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил переезда перекрестков. От лица ГИБДД хотелось бы к вам обратиться и убедительно попросить вас более тщательно подготавливаться на занятиях, задавать вопросы инструкторам, как на теоретических занятиях, так и на практических занятиях. Не стесняться, потому что любая незначительная ошибка, которая может быть допущена, как бы казалось водителю, не включил поворотник, не обратил внимания, отвлекся на телефон, она может стоить жизни не только вашей, но и тех, кто находится с вами в транспортном средстве, а также тех, кто встретится вам на дороге. Мы проводим работу с юными начинающими водителями и хотим рекомендовать им поменьше отвлекаться на дорогах, быть осторожными и соблюдать меры по безопасности дорожного движения. На сегодняшний день в нашей республике в ДТП погибло три человека, что, к сожалению, превысило на 300% статистику раненых 23 человека. А вот мнение тех, кто в скором времени планирует сесть за руль. «Пришли учиться сюда в школу, потому что хочется безопасно ездить самой. Я мама троих детей, у меня дети есть, к примеру, есть кресло у меня не на всех троих, но есть на одного, к примеру, старший уже просто за ремнем, я креплю его. Хочется ездить безопасно». «Как не секрет, все девушки и мужчины все водят за рулем. Но кто-то лично для себя. Я в первую очередь, конечно, для себя, чтобы мне было удобнее передвигаться по городу нашему. Так как я мама одного ребёнка, супруг часто на работе бывает. А бывают такие ситуации, что мне надо срочно уехать по делам. И поэтому в первую очередь я пошла для себя отучиться на права». Возможно, такие встречи будут полезны не только начинающим автомобилистам, но и тем, кто давно за рулем. Меняются правила дорожного движения. Значительно увеличилась скорость транспортных средств. А значит, и решение необходимо принимать чуть ли не автоматически. А потому дополнительные знания уж точно не будут лишними. Артур Максим Алибастанов, Вести, Карачаев, Черкесия.